Французский бульвар продолжают осваивать высотками. Департамент архитектуры Гурсовета еще в августе прошлого года выдал градусловие ограничения на новое строительство застройщику жилмассива Радужный. Но опубликовали документ чиновники лишь недавно. Участок, на котором планируется новая стройка, находится по адресу французский бульвар 36-1. Но фактически он расположен за хозяйственным судом на проспекте Шевченко. По документам там должно появиться административно-бытовое здание. Но это на словах. А на деле? Касательно схемы, приложенной к градусловиям ограничения, мы видим, что данный объект, он предполагается наличие двух парадных, полностью независимых, обустроенных соответствующими пандусами. Что говорит о том, что данное здание будет использоваться не как административное, а в первую очередь как жилое. Поскольку в административном здании обычно используется центральный административный вход, ну может быть один или два пожарных выхода. Но никоим образом не могут быть самостоятельно два отдельно обустроенных входа с соответствующими лифтами. Компания официально якобы собирается построить административное здание. Но по факту, вероятнее всего, будет возведен очередной элитный жилкомплекс с апартаментами. Данная территория находится в границе санитарной и охранной зоны промышленных предприятий, которые не предполагают размещения здесь, в данном случае, либо жилых зданий, либо зданий общественного назначения. В градусловиях также указано, что проехать к этой территории можно будет со стороны проспекта Шевченко. Но если приехать на место, можно увидеть, что никакого проезда там нет. Есть лишь глухая стена, часть которой принадлежит хозяйственному суду. Тогда вполне логично, что все автомобилисты будут заезжать с французского бульвара. На французском бульваре ситуация с транспортом уже критическая. Дополнительные стройки ее только ухудшат. И можно выезжать у нас с проспекта Шевченко. Но проспект Шевченко тоже не самая свободная улица в Одессе. Новое строительство будет вестись на месте существующих складов со стеклотарой, которыми и владеет заказчик строительства компания «Бермей». Они уже пошли под снос. Нарина Щегова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».